Всем доброго времени суток! Сегодня 24 сентября, канал Изимани. Хочу затронуть вопрос по теме Амазон. Это раздача товара и сбор отзывов. У всех мнение сложилось совершенно разное. Для чего все это делается, для каких целей, как максимально эффективно раздать товар, как максимально эффективно собрать огромное количество отзывов. Ну вот хочу как бы по этому своему мнению рассказать. Первое. Что касается, особенно для новичков, это самая большая проблема, вопрос и так далее. Ну вот хочу раскрыть там несколько каких-то таких вот моментов, чтобы глаза раскрыть и посмотреть до того, как вы начали продавать. Во-первых, если вы хотите получить отзыв, вам, естественно, надо будет раздать товар. Потому что если вы реально органикой продаете, по статистике больше 5% отзывов не получите. Какие вы там рассылка писем не делали. Что бы вы не делали, те люди, которые у вас покупают товар за полную стоимость, ну, вы сами пишете отзывы, я лично не пишу. И также основная масса людей, то есть, ну, вот статистика может быть там 3%, 5%, я не знаю. Это примерно таким образом. То есть все остальное, все остальное это чисто раздача за дисконт. Дисконт может быть разный, условия могут быть разные. У всех, естественно, опять же, повторяюсь, новичков, голова просто лопается от напряжения. Как же раздать так товар, чтобы с 20 раздач или там с 15 получить 14 отзывов? Я когда начинал, тоже думал. Сейчас вот моя самая основная задача – получить не просто отзыв, а very pur shaza, то есть одобренный, чтобы он действительно был настоящий. Нам же так говорили боги, которые все знают, что надо вот такие вот отзывы получать, что надо обязательно с этим вот так заниматься. Ну, могу вам секрет рассказать по поводу того, что сейчас огромное количество людей впирается за этих курсов и за всех вот этих вот наставлений, рассказов о очень важных вещах. На самом деле они вообще не важны. На самом деле, если концентрироваться на сборе положительных отзывов, там отрицательных не важно, то есть на сборе отзывов, а надо же, как нас учили, это собрать 10-15 отзывов, запустить автомат рекламы, paper click, потом перейти на мануал. Ну, вот я вам могу сказать, что не решает проблему запуска товара эта схема вообще. Вообще она не запускает. И, соответственно, сейчас тактику продаж я видео снял. Осторожную, активную, так скажем, такую агрессивную тактику продаж. Но многим не нравится, что как бы, что там такого, раздать там товар, типа там потратить. Ну, вот есть люди, например, которые тысячами раздают. Да, это плохо. Да, кто-то надеется на свой замечательный листинг с фотографиями. Кто-то рассчитывает на, что он пройдет курс, он от полутора до пяти тысяч, шести тысяч долларов, что они получат какие-то знания. Вот все рассчитывают на что-то. Есть черный пиар, что там, типа, без раздач можно выйти на первую страницу с помощью каких-то средств. Может быть, вполне возможно. Есть такие моменты, но далеко не все это знают. Точнее, практически никто не знает. Ну, за бабки вроде кому-то с этим помогают, но не факт. Ну, я к чему говорю? Потому что, к сожалению, я убогий человек, видимо, совсем. Потому что я, кроме как раздач, больше никаких прямых закономерностей не видел. Понятно, что при такой особенно массовой раздаче, потому что раздав тысячи штук, это минимум вы заплатите Амазону там, ну, 4 доллара за раздачу. То есть, если там за цену будете отдавать, это получится у нас затраты очень серьезные. Ну, 4 тысячи долларов. Если раздать больше, то больше. Суммы фии бывает, естественно, больше, если товар дороже. Вот. Но можно тем чуть подороже раздать. Но чем мы дороже захотим раздать товар, тем будет меньше бесплатных наших ресурсов, которым я вернусь попозже. А если хотим много раздавать, ну, есть сервисы специальные, которые только этим занимаются. Например, там, всем известный Зонблаз, который берет там от 300 с копейками долларов до, по-моему, 2,5 тысяч долларов за услуги. А кроме того, что у него есть супер-пупер какой-то URL динамический, который никто не банит, типа, вот, в принципе, все остальное можно в ручном режиме и практически бесплатно или намного дешевле раздавать этот товар. Все эти волны делать и все остальное. Так что, новички, новички, которые там идут с бюджетом в 2 тысячи долларов, конечно, видео это для них неинтересно, должно быть, потому что, ну, ничего тут такого нет. Потому что вы будете раздавать 15 штук, там, 20-30 штук. И, соответственно, уже там, если вы зацепитесь за органику, за первую страницу, ну, вам респект и уважуха. Но все остальные будут просто ждать Нового года, а после Нового года локти кусать, что что с этим товаром вообще делать. В принципе, есть люди, которые в Америке его покупают дешевле, так что, если что, обращайтесь. То есть, гипотетически это возможно. Вот, идем дальше. К чему я клоню? К тому, что кто нормально, большими объемами серьезно собирается этим бизнесом заниматься, у него не будет задачи и проблемы сбор отзывов. А будет проблема раздать товар. А отзыв будет просто идти как бонус. Ну, в любом случае, я могу сказать, что если раздавать топ-ревьюерам, у меня статически где-то 40%, что там четверо из десяти топ-ревьюеров напишут на Модзор. Причусловие, что топ-ревьюеры берут в основном очень дешево или бесплатно, или очень дешево. Некоторые прямо в цвет пишут, даже заценку не хотят взять. У них типа принципы. Ну, я эти принципы видел в гробуемые. Просто я им ничего не даю и до свидос. Вот. А так, то есть, мне надо по супер-юрел динамическому раздать, а не дать ему там какой-то отзыв. Вот. Он мне как бы ни о чем. Тем более гарантии, естественно. Мы даже просить их не можем по большому счету. Ну, так. Просто так напомнить, там, между прочим, там. Ну, не более того. Потом у нас есть группа Facebook. Facebook мы можем продать дороже. Не можем, а обязаны продать дороже. Почему? Потому что, да, Facebook постепенно вымывается. Во-первых, то есть, люди, кто хотел наш товар, взяли. Ну, новые там не так часто прибавляются. То есть, и во всех группах, хоть там их там хоть сто групп будет, огромное количество повторяющихся людей. Вот. И за это получается, если мы будем очень дорого продавать, ресурс Facebook у нас достаточно быстро кончится. Если будем дешево продавать, у нас есть риск, что всякие уроды будут покупать наш товар за 2 копейки и нам вставлять его в buybox. То есть, есть такие нехорошие люди. Я сейчас пытаюсь найти базу, ну, кто уже с этим сталкивался, потому что у меня сколько люди торгуют, и я, у меня такие не попадались. Такие серьезные. А есть, я знаю точно, людям попадались там десятки аккаунтов. С одного, то есть, один человек с десятки аккаунтов вас берет товар и, соответственно, потом торгует чуть-чуть дешевле вас. И сделать с ним, ну, мало, сложно достаточно. То есть, даже если у вас там, если бренд не зарегистрирован, сделать вообще ничего не можете. Если бренд зарегистрирован на Амазоне, тогда вроде как бы можно письмо в Амазон написать. Ну, сложно, уже сложно. А если у вас бренд зарегистрирован там в американской в этой системе, то, ну, не знаю, там уже попроще, наверное. Ну, в любом случае, это геморрой. Тем более, далеко, очень мало кто этим будет заниматься на старте продаж, а это можно сразу начать продавать, раздавать, и вот такая вот будет борода у нас там влазить. А люди могут другие аккаунты. Даже если вы будете проверять эти аккаунты, что и надо. Из-за этого решение этой проблемы отчасти, естественно, не стопроцентное решение, это просто продавать этот товар там за несколько долларов. Ну, если то превьюруемый вы раздаете совсем за копейки, то здесь можно продавать там в 3-5 раз больше, в зависимости, сколько вам нужно отзыв. Мы сейчас говорим о большом количестве отзывов и сталкиваемся с этой проблемой. Если маленькое количество отзывов через Facebook, вообще не проблема. Просто найдите ту цену там, я не знаю, если у вас товар, как вот у меня в районе 15 долларов, там 2.99, 1.99, 3.99, 4.99. То есть найдите какую цену и отсеивайте людей, просто смотрите, сколько вам надо. Плюс Facebook дает самое лучшее, самую лучшую отдачу в плане, например, у меня около 70%, есть люди под 90%, ну, то есть прорабатывают качественно вот этих людей. Есть момент, вы можете много заданий им давать. Во-первых, репосты делать, чтобы их друзья покупали ваш товар, или друзьям их предлагать какую-то более маленькую скидку. Можно, естественно, отзывы, чтобы они писали, можно там, ну, много-много-много всего, о чем можно. Можно что-то придумать действительно интересное, креативное. Так что Facebook классно работающая система. Третий, третий трафик, так скажем, я не знаю, как сказать, это если ваш товар, можно делать отзывы, когда вымылся Facebook, топ-ревьюеры, всего там тысячи страниц, не так много. Я ее всю прошел, например. Вот, потом обратился к Facebook. Сейчас Facebook у меня постепенно вымывается. Третий мой ресурс, будет, наверное, правильно сказано, это идти предлагать свой товар на отзывы. Опять же, я с большой скидкой это не делаю, потому что мне сейчас это не надо. Но если бы не надо было много раздавать, то я раздавал бы от центра до 99 центов. Это самая оптимальная, на мой взгляд, стоимость. 15 долларов у товара, естественно. Вот, это идти и предлагать свой товар. Ну, то есть, вот мы продаем мячики для собак, там, я не знаю. То предлагать людям, которые сделали обзоры товаром, аналогичность в игрушке для собак. То есть, они могут не мячики, ну, лучше просто мячики не делать, потому что там, может, конкуренты там заказывали, еще что-то, просто чтобы не пересечения не было, одни и те же. А перейти там в игрушки, в карматы собак. И предлагать им, потому что у них, значит, есть животное. Значит, мы можем свой товар предложить в этой нише. Ну, это очевидно. И очень много. Ну, и, естественно, вы видите там отзывы какие? Большие, маленькие, пятизвездочные, двухзвездочные. То есть, смотрите, они с видосами, без видосов. То есть, огромный пласт людей, которые просто купили, не купили. Плюс вы можете смотреть, опять же, в Airpushazet, или простые это отзывы за, там, со скидкой с большой, или бесплатно предоставленные. То есть, можно все выбирать. Это вот три таких вот кита, за счет которых вы можете раздавать, ну, если действительно серьезно к этому подойти, очень большой объем. То есть, ну, в любом случае, я смотрю уже, чем дальше, тем больше людей к зонбластам обращается, потому что продвинуть свой товар не могут. Ну, реально можно вот так. Если вы не знаете как, ну, обратитесь ко мне, может, подскажу, уточню как. Но в бесплатном вот этом варианте, бесплатном варианте, дешевом, потому что мы будем раздавать товар, вы сами можете посчитать, какие-то понесут затраты. Просто, ну, это колоссальные затраты. То есть, там, тысячи штук раздать, это уже 4 тысячи долларов. Можно сократить эти затраты? Можно. Если грамотно распределить и в одном ресурсе так раздавать, в одном так, здесь подороже, здесь подешевле. Все это реально. То есть, по раздаче товара, вот такая вот информация, что я хотел, в принципе, рассказать, потому что огромное количество людей запарили с этими отзывами. Вот. И какое количество, вот ты раздал 50 штук, а сколько же ты отзывов получил? Просто если мы разговариваем, опять же, о перепродаже, то есть, купили товар, перепродали товар. Купили, перепродали. Отдали аж 10 штук и ждем. Когда же нас отзывы? Я же привез 150, там, 200 своих, там, товаров и жду, там, продажи. Да. Ну и реально, реально, торговля на Амазоне, серьезная вещь, очень серьезная, очень тяжелая, дорогостоящая. Вот. И кто хочет зайти сюда с двумя копейками, вы хотя бы тогда покупаете супер дешевый товар. Чтобы у вас все равно количество было прилично. Не забывайте, вам надо продвигать свой товар. Продвигать свой товар лично, вот по крайней мере, я. И меня еще никто не переубедил. Я на данный момент вижу прямую пропорциональную зависимость, прям пропорциональную зависимость. Это за счет продаж. Ну, не у всех далеко органика пошла. Чтобы до органики дойти, я считаю, нужен трафик. Нужен листинг, нужны классные фото. Все нужно. Но если мы будем стоять не в первой странице, не будем мы в проходном месте, так скажем, стоять, нас просто никто не заметит, никто не узнает, что мы такие классные. Пускай у нас цена хоть за 2 копейки. Вот. Надо это показать. Пеперклик по опыту. Да, да, у некоторых работает. Да, спору нет. Но этих некоторых, я не знаю, сколько в процентном соотношении. У меня, из моих знакомых, ну, работал, а то и бывает поработал, а потом перестал, кстати, еще. Работает, я не знаю, ну, процентов 10 максимум. Пеперклик. И пеперклик чаще всего работает в очень конкурентных нишах. То есть люди по 150 продают, а вы там 5 штук продали и уже ништяк. То есть это, а если у вас не конкурентная ниша, то вообще продаж этих нет. То есть много всяких таких мелких закономерностей, которые выловили на данный момент вот люди, сколько мы там работаем, там полгода. Там зубры, зубры с нами не общаются, им на них впадло. Вот. Которые все уже знают, наверное, прошаренные полностью, знают там черный пиар и все остальное. Они особо не скажут. Или за деньги все продают. Вот. Так что по раздаче, я думаю, мысли донес. По поводу того, кто хочет заняться перепродажей, раздать, привез 200 штук и хочет раздать 20 штук и появиться на первой странице и получать 10 продаж в день. Ну, это такие счастливочки. Вам, наверное, ближе в казино сходить. Те люди, которые только начинают и смотрят это видео, вообще этим не занимались никогда. Хочу вас немножко не то, что огорчить, а то, что объяснить то, что достаточно все непросто. Плюс эта тема в Америке уже давно проезжена. Все уже как бы ее прошли. Это только до нас дошло. До нас китайцы уже туда пошли. Мы как раз пошли. Все, кто... Когда было все это легко, уже все эти времена пройдены. Вот. И вот про эти раздачи, чтобы не поднимать в десятки раз эти вопросы и получение отзывов. Система достаточно простая. Я лично на отзывы смотрю исключительно состояние страны раздачи. То есть раздачи я стимулирую раздачник, стимулирую продажи. Я делаю ротацию по страницам. Я раздачи изменяю. Например, вот у меня сейчас пришел, мне там двухзвездочный отзыв или однозвездочный, или трехзвездочный. Мне надо пять штук раздач, чтобы срочно закрыть этот негативный отзыв. Вот для чего делаются раздачи. И получается отзыв. Но не для того, чтобы получить 15 раздач и пейпер-клик запустить. Абсолютно. Это просто детский лепет и понтов никаких от этого вообще нет. Так что, в принципе, все, что хотел сказать. Опять же, комментируйте, пишите, рассказывайте. Если кому интересно, можно звониться по скайпу. Я как бы иду на контакт. Нормально. Без каких-либо проблем, когда есть свободное время. А, хотел еще сказать. Мы открыли это. А, не сюда даже. Можно туда, вот сюда, вот можно, в принципе, нажать. Я для Facebook отделил, как бы, от ВКонтакта Amazon, чтобы отдельную группу сделать. То есть, какие-какие вопросы есть, там, вступайте, вот, поработаем. Может быть, что-то заработаем. Реально все непросто. Вот здесь много людей. Пока на данный момент этой группе два дня. Вот, ну, вот сколько я человек, с кем общался. Вот 100 человек нашкрябал. Может, кому-то будет интересно. Пишите. Здесь никаких, так скажем, ограничений нет. Единственное, не нужен спам, конечно, всякая там реклама и так далее. А все остальное, пожалуйста. Здесь все сделано для того, чтобы мы реально попытались вот что-то заработать. Не более того. В принципе, все. Всем удачи. Всем пока. Лайки, дизлайки. Все как обычно.